Всем привет! Рад видеть каждого из вас. Меня зовут Салих Фадель, ты смотришь Универ Ньюс. Сегодня в нашем выпуске. Россия и Египет вновь открывают воздушные границы друг для друга. Астрофизики Казанского университета создают карту вселенной. Станцуем вальс. Юридический факультет Казанского федерального университета провел балмаскарад в Казанской ратуши. Ильшат Гафуров отметил, что по постановлению правительства Российской Федерации университету дано право самостоятельно присваивать ученые степени. Не всем федеральным университетам это право дано, хотя заявки подавали многие. Порядок присвоения ученых степеней в Казанском федеральном университете будет сформулирован с тем, чтобы обеспечить максимальное качество и честность этого процесса. Также 13 декабря состоялась встреча делегации КФУ во главе с ректором Ильшатом Гафуровым с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. В результате встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между КФУ и Кировской областью. Мы продолжаем. Прямые авиарейсы между Россией и Египтом скоро вновь будут открыты. На встрече между президентами государств был обсужден этот вопрос. А также был подписан контракт о создании в Египте атомной электростанции. Зачем России нужны эти соглашения и какую пользу она получит от Египта? Ответ на этот вопрос ты узнаешь в следующем сюжете. Россия готова открыть прямые авиарейсы с Египтом. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с президентом Арабской Республики Египет Абдель-Фатахом Ассиси. Открытие рейсов обеспечит Египту приток российских туристов и значительно улучшит экономическую ситуацию в стране. На этой встрече правительство двух стран подписали контракт на сооружение атомной электростанции в Египте. Атомная электростанция способна дать мощный толчок к дальнейшему развитию Египта. Россия вообще всегда по отношению к странам Ближнего Востока навела себя очень корректно. И если какие-то проекты реализовываются, это всегда делается на выгодных условиях. Поэтому, конечно, для Египта это гораздо более выгодный проект, нежели привлекать какие-то крупные западные компании, которые наверняка и ценовую политику другую ведут. Стоит отметить, что ранее сторонами был заключен проект соглашения о порядке использования воздушного пространства и аэродромов. Оно позволяет российской военной авиации использовать египетские авиабазы. Военное сотрудничество необходимо России для решения геополитических задач в североафриканском регионе в условиях его серьезной нестабильности. Обсуждение военного сотрудничества велось еще с 2016 года. Тогда велись переговоры об аренде бывшей советской военной базы в египетском городе Сиди-Баране. Военная база позволила бы усилить влияние России в североамериканском регионе, а в перспективе заразить новые плоды сотрудничества. Артем Тупичкин, Универньюз. В КФУ состоялось выездное заседание Российско-Белорусского экспертного клуба. О том, какие вопросы поднимались экспертами, узнаешь в следующем сюжете. 13 декабря в Казанском федеральном университете состоялось выездное заседание Российско-Белорусского экспертного клуба, посвященное трансконтинентальным коридорам Евразии. Россия традиционно, исторически, это, ну скажем, ядро евразийской цивилизации. В Казанском университете у нас, наши коллеги вот вам поведают об этом, проводятся очень интересные, очень глубокие исследования именно по истории евразийства. Основными темами обсуждения стали вопросы экономики, миграции и гуманитарного сотрудничества. В круглом столе принимали участие ведущие эксперты. В ходе пленарного заседания состоялось подписание меморандума между Казанским федеральным университетом и телеразвещательной организацией союзного государства России и Белоруссии. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. Редакция Универньюз продолжает рассказывать про экспонаты музея имени Лобачевского Казанского федерального университета. Какой экспонат заслужил внимание зрителей на этот раз, ты узнаешь прямо сейчас. Музей имени Николая Лобачевского – самый молодой музей Казанского федерального университета. Открытие состоялось в день рождения великого ученого математика 1 декабря. Несмотря на свой возраст, музей полон различными экспонатами, о которых знают не так много людей. Мы находимся с вами в голубой гостиной музея Николая Ивановича Лобачевского. Сейчас это зал лауреатов премии Лобачевского. Она была учреждена в 1895 году. Идея принадлежит Александру Васильевичу Васильеву, председателю физико-математического общества. Специально для премии была создана и медаль. Медаль вручалась рецензентам. Первое вручение состоялось через два года, в 1897 году. На протяжении двух лет осуществлялась переписка между Васильевым и Васютинским. Менялась идея того, что будет изображено на лицевой и оборотной стороне медали. Каждую среду редакция «Универ Ньюз» будет рассказывать про необычные экспонаты музея имени Лобачевского. Ранее мы уже рассказали про портрет молодого человека и развеяли миф о том, что на портрете был изображен ректор Казанского университета. А какой предмет музея попадет в эфир в следующем, ты узнаешь только через неделю. Алия Кашин, Светлана Фролова, Роман Самарин, «Универ Ньюз». Нелегко построить карту там, где все объекты находятся в постоянном движении. Речь идет о построении макета целой галактики. Впрочем, существующие трудности не останавливают наших астрофизиков, которым уже удалось создать так называемую карту Вселенной. Что это такое и для чего она нужна, выясняла Аделя Шамилова. Имена лауреатов крупнейшей научной премии прозвучали на весь мир. Размер награды составляет 3 миллиона долларов. Премия досталась команде астрофизиков из США, которые построили детальную карту ранней Вселенной. Ученые сделали это при помощи космического аппарата НАСА, предназначенного для изучения релективового излучения, образовавшегося в результате Большого взрыва. К слову, составлением карты Вселенной уже не первые десяток лет занимаются ученые всего мира. И в России они тоже есть. Например, группа ученых Казанского университета не первый год занимается разработкой такой карты. Главным средством для этого является университетский телескоп, работающий по системе рентгена, установленный в Турции. И вот выяснилось, что наш телескоп имеет возможность наблюдать в оптическом диапазоне те объекты, которые будут обнаруживаться в рентгеновском диапазоне. По карте наших ученых понятно, что видимая материя составляет всего лишь 5% Вселенной, а 70% занимает темная энергия. Будут обнаружены с помощью этого телескопа скопления галактики. И вот предыдущие наблюдения рентгеновских говорят, что в центре этих галактик, кроме самих галактик и звезд, находится горячий рентгеновский газ. Откуда он там взялся, почему он там существует, не ясно. Но этот газ содержится внутри. Что-то удерживает этот горячий газ. Мы, ученые, предполагают, что там есть вот та субстанция, которую мы называем темной материи. Изучая полученные данные, специалисты рассчитывают прояснить природу темной энергии и выявить новые закономерности в расширении Вселенной. Ведь темная энергия и по сегодняшний день является загадочным нечто. И дать ответ на вопрос, что же это все-таки такое, пока не может никто. Кто из вас, мальчики, в детстве не мечтал оказаться в эпохе 19 века и станцевать вальс с дамой в пышном платье? А каждая девочка наверняка хотела завить кудри, взять в руки веер и кружить-кружить в красивом платье. Наш корреспондент Анна Глазунова смогла попасть в прошлое, не используя машину времени. Казанской ратуши Наши юристы работают далеко за пределами нашего родного города, родной республики и даже родной страны. В этом году бал был посвящен 190-летию со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Но фишка его, я думаю, в том, что это благотворительный бал. То есть студенты здесь не просто для того, чтобы отдыхать, но еще и это очень такая социальная миссия. Ведущие прочли отрывок из знаменитого произведения Льва Толстого «Война и мир» и погрузили всех участников балла в эпоху 19 века. Это мой второй бал. Я училась в Пушкинском лице, в городе Набережные Челны. У нас уже в 11 классе, в выпускном. Также был бал. И для меня это знаменательно, что я заканчивала школу, у меня был бал. Сейчас я заканчиваю университет, и у меня также бал. Мама в костюме Екатерина Второй. То есть это кавалер Екатерина Второй, чтобы сочетались цвета и плюс аутентичность все-таки наряды. Обязательным аксессуаром вечера была яркая маскарадная маска. Здесь можно было станцевать веселые танцы или всем известный вальс, но самое главное, у каждого была возможность перевоплотиться в любимого героя или героиню. Незабываемый бал «Маскарад» подарил всем новогоднее настроение и немного волшебства. Анна Глазунова, Леонардо Вильтьяров, Универ Ньюз. На этом все. Следите за нами в соцсетях и ждите очередных выпусков. «Маскарад» 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 Продолжение следует...